Приветствую! Друзья, я в шоке. Я просто поражен, ошеломлен, подавлен. Я не знаю, как передать сейчас свои чувства. Верховный суд своим постановлением, по сути, признал законность запрета на выезд мужчин из Украины. Я этому невероятно удивлен, потому что я был уверен, что как только это дело, либо какое-то аналогичное, окажется в Верховном суде, Верховный суд чётенько разнесёт позицию ДПСУ. Этого не произошло. К сожалению, Верховный суд, я не понимаю на сегодняшний день, почему они признали это законным. Да, возможно, я ошибаюсь в своих каких-то трактовках Конституции. Но давайте посмотрим вместе, давайте ещё раз обратимся к тексту Конституции. Вот она, 33-я статья Конституции Украины, которая гласит, что каждому, кто на законных подставах перебывает на территории Украины, гарантуется свободе пересувания, вольный выбор места проживания, право вольно оставить территорию Украины за вынятком обмежений, яки встанавливаются законом. И вот это ж самое главное. За вынятком обмежений яки встанавливаются законом. ЗА-КО-НО-М. И на сегодняшний день ведь нет ни одного закона, где было бы указано, мужчинам от 18 до 60 лет запрещается покидать территорию Украины во время военного положения. При этом я не оспариваю саму идею, что такой запрет, ну, вполне может быть, да, когда в стране война идёт. Но нужно ведь было принять закон или внести изменения в закон. Либо пусть это будет даже, даже я согласен на закон про правовый режим военного стану. Ну, хотя бы в него же вы запишите норму, которая запрещала бы выезд мужчин из Украины. Ничего, нигде такого запрета нет. Даже если мы почитаем правила пересечения госграницы, так даже там нет нормы, которая бы запрещала выезд из Украины. Там же ж по-другому сформулировано, да, там сформулировано так, что мают право. Но нигде этого запрета нет. И я, честно, я просто убит, что Верховный суд принял такое решение. Давайте чуть-чуть его посмотрим. Оно, конечно, огромное. Всё мы не будем разбирать. Но чуть-чуть мы должны с ним ознакомиться. Вот это решение, как мы видим, 9 марта 2023 года. Верховный суд у склада коллегии суддьев Кассационного административного суду. Кстати, рассмотрели достаточно быстро. Люди обратились с иском в суд в июле 2022 года. То есть не прошло и года, как Кассационная инстанция приняла решение. Что, безусловно, конечно же, быстро в этой ситуации. О чём здесь дело? Ну, понятно, что человек хотел пересечь границу. И в мае месяце хотел пересечь границу. Ему отказали. И человек говорит, что, ну, во-первых, нет никаких оснований, которые были бы основанием с точки зрения закона для запрета пересечь ему границу. А такие основания действительно записаны в статье 6 закона Украины о порядке выезда из Украины, въезда в Украину граждан Украины. И там мы говорим об основаниях каких. Ну, например, там, неплательщики алиментов, да, могут быть, могут получить соответствующий запрет. Ну и прочее. Далее. Человек указывает, самое главное, что он подал висковый квиток с ведмиткой про выключение его звездкового облику, відповідно до пункту 6 частини 6 ст. 37 закону про ВО и ВС. Пункт 6 ст. 6 – это исключение с учета людей, которые совершили тяжкие, либо особо тяжкие преступления. Их не призовут уже в армию. Все. Они исключены с учета. Они их забыли. Но при этом выехать из Украины они почему-то не могут. К слову, данное решение суда, оно сейчас во многих СМИ подается как решение суда, которым указали, что выехать не могут те, кто снят с учета. А здесь, как мы видим, речь идет о человеке, который был исключен с учета. А почему же в СМИ пишут, что он снят с учета? А потому что, друзья, я не знаю почему. Потому что в самом решении, вот если мы поищем слово «знятый», да, вот мы видим здесь указано. Однако факт зняття с войскового облика на подставе пункта 6 пункта 6 ст. 37 не является подставой у предбаченных законом випадков для выезда за кордон у период ведения на территории Украины военного стану. То есть почему-то суд, указывая изначально, что человека исключили, и согласно статье 37 его должны исключить были с учета. Пункт 6.6 это исключение с учета. А здесь пишут про сняття. Ну, в принципе, мы и так знали с вами и раньше о том, что ты, если ты снят с учета, то ты, понятно, не можешь выехать. Потому что снятие с учета – это, ну, ни о чем, скажем так. Здесь человек был исключен все-таки. Тем не менее, суд принял вот такое решение. Что это значит для нас, для будущего? Первое. Все те судебные споры, которые сейчас находятся в производстве судов, и мы говорим о тех спорах, где люди оспаривают решение ДПСУ, по сути, можно считать проигранными. Потому что сейчас ДПСУ теперь будет ссылаться везде на решение Верховного суда вот это и говорит, что, ну, смотрите, Верховный суд же принципиально не говорит, что запрет на выезд незаконный. Не говорит. Значит, все окей. И суды в своих решениях теперь тоже будут ссылаться на это решение ВС. И, скорее всего, на этом все. Скорее всего, на этом все. Судебных перспектив теперь по такому делу, ну, я особо не вижу. И здесь, друзья, вот кто звонил мне, с кем мы предварительно договаривались о том, чтобы идти в суд оспаривать, я думаю, что все-таки мы уже не пойдем. Потому что, искренне говорю, ну, теперь судебных перспектив я особо не вижу. Второе. Что это значит для тех лиц, кто исключен по состоянию здоровья? Значит ли это то, что их не будут пропускать? Нет, не значит. Потому что вы попадаете под действие пункта 2.6 правил пересечения госграницы. И, соответственно, вас пропускать также будут. То есть для вас в этом плане ничего не поменялось. По сути, не поменялось и для всех остальных категорий. То есть вот это решение Верховного Суда, оно, по сути, не изменило правил выезда. То есть все осталось так, как есть. И единственное, что мы все потеряли, это надежду на то, что в суде мы сможем доказать наличие у нас права на выезд из Украины. К сожалению, Верховный Суд занял вот такую позицию. Достаточно быстро, на мой взгляд, рассмотрев дело, то есть дело меньше, чем за год прошло до Верховного Суда, и получили мы вот такое решение. К сожалению, это так. Поэтому, друзья, что делать дальше? Дальше, если вы планировали выехать там по решению суда каким-то образом, да, этого уже, об этом можно не мечтать, по сути. И дальше мы должны обращаться с вами к правилам пересечения госграницы. На сегодняшний день, по сути, суд легитимизировал это все и смотреть, что написано в правилах и искать, ну вот у себя в семье, скажем так, да, тех, те основания, по которым вы можете выехать. То есть, ну, грубо говоря, там у вас жена с инвалидностью, родители с инвалидностью, теща с инвалидностью, да, и если эти люди собираются выезжать из Украины, да, то вы можете выехать с ними в качестве лица сопровождающего. Это разрешено законом. И в этом плане решение Верховного Суда ничего не поменяло. Друзья, у меня на канале есть видео, в которых я подробно разбираю каждый случай выезда из Украины. То есть, выезд с родителями, выезд с тестем, тещей, выезд с детьми. Какие нужны документы, как выехать из Украины законно. Вот ответ на этот вопрос вы можете найти в моих видео на канале. Друзья, хочется, как всегда, попросить вас поставить лайк этому видео, но, учитывая, какая новость не очень приятная, даже не буду этого делать. Напомню лишь вам, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, скорейшего прихода мира в ваши дома. Пока-пока.